Мох в Арабские Эмираты, древесина в Китай. Югорские промышленники адаптируют производство в условиях экономического давления. Например, лесопромышленный комбинат Хольц в советском районе уже наладил новые схемы расчетов заказчиками без участия западных банков. Подробнее о том, с какими трудностями столкнулись предприятия и как их решают, расскажем в следующем сюжете. Субтитры делал DimaTorzok Руководство Хольца открыло счет в одном из китайских банков. Задача была в моменте открытия в Китайском банке перестраховаться с двух сторон, чтобы уйти от возможных ограничений по слифт-операциям и, соответственно, чтобы уйти исключительно на расчеты через корреспондентские счета. Поэтому было принято решение открыть счет в Китайском банке. Отмечу, на сегодняшний день на лесопромышленном комбинате Хольц работает сотня сотрудников. Большая часть из них – местные зеленоборские специалисты. И за работу они не переживают. Лесопромышленный комбинат обеспечен сырьем как минимум до конца года. И перебоев не предвидится. Как мы санкции коснулись, никак они меня не коснулись. Как работаем, так и работаем. Зарплату вовремя платят. Работы хватает. Работников тоже хватает. Увольнений не было? Увольнений нет. Не увольняют никого. Не сокращают. Мы работаем. Работы много. Хватает всем. Работаем для региона и для России. К слову, вопрос с импортозамещением спецтехники, которая используется для заготовки древесины, также находится в работе. Иностранные поставщики отказались поставлять запчасти в Россию. Поэтому лесопромышленники сейчас внимательно наблюдают за российскими аграриями, которые первыми столкнутся с этой проблемой. Основной поставщик Джон Дир – это и большой поставщик сельскохозяйственной техники на российский рынок. И мы уже по аграриям узнаем, как они провели посевную и как они ушли на уборку урожая. Если техника, они смогли наладить поставки запасных частей, то все будет хорошо. Таким образом, несмотря на все трудности, предприятие продолжает работать. По словам промышленников, нет таких проблем, которые они не смогли бы решить. А значит, никакие санкции им не страшны. Василий Сосуев, телерадиокомпания «Югра» при поддержке телеканала «Первый советский».